Всем привет! Это вечерний выпуск новостей из Дома-2, а дневные новости смотрите на моем втором канале, ссылка в описании под видео. Евгений Ромашов после ссоры с невестой Настей Бигриной признается, что любит себя больше всех. Тяжело дается подготовка к предстоящей свадьбе участникам телепроекта Дом-2 Евгений Ромашовой и Настей Бигриной, которая привела к потасовке между женихом и невестой, признается музыкант в социальных сетях, что себя он любит больше всех, видимо, в том числе и больше, чем свою будущую жену. То, что отношения в этой паре временами носят жесткий характер, хорошо известно зрителям проекта, как и то, что Женю Ромашова усиленно толкали всем коллективом вместе с ведущими к свадьбе с Настей Бигриной. Примирение должно меру влюбленности музыканта Ромашова показать или спишут очередную ссору между собравшимися вступить в брак участниками на предсвадебный мандраж, может честно признается Ромашов, что и жениться он собрался из-за большой любви к себе и телепроекту Дом-2, а не к Насте Бигриной. Николачук считает, что Барзиков развивает у Бухенбалты паранойю. Участники Дома-2 удивлены тем, что Ваня ничего не рассказывает в периметре под камерами о своей личной жизни и в социальных сетях тоже не показывает то, что с ним происходит за периметром. К примеру, стало известно, что в Сочи Барзиков встречался с Екатериной Скалон, хотя ранее считалось, что это слухи и выдумки зрителей Дома-2, и об их встречах Кристина знала, помогая Ване скрывать информацию. Поэтому Бухенбалты говорит, что доверяет Барзикову, но постоянно остается наедине со своими мрачными мыслями, и ей неприятно, что Иван общается с другими девушками. В дневном эфире ребята обсуждали странное поведение Вани, который закрыт от всего коллектива и не позволяет себя обсуждать под камерами и его влияние на Кристину. Николачук считает, что Барзиков развивает у Бухенбалты паранойю. Он закрыл тему общения с Полиной Гельцер и Марго Куксенко во Владивостоке. Участники проекта прекрасно понимают, что Ваня не только общается с бывшими девушками, но и проводит с ними время, а доказательств нет. Как я уже рассказывала, Скалон тщательно скрывает свое общение с парнями из Дома-2 и делает вид, что редакторы приписывают ей флирт с топчиками из периметра. Артур уверен, что Кристине тяжело из-за ее постоянной паранойи, которая в отношениях с Женей Ромашовым возникала на ровном месте, а в отношениях с Ваней переросла в навязчивое состояние. Ведь есть серьезный повод для переживаний. И то, что Ваня не хочет отвечать на звонки Кристины, и то, что он заявляет, что с ней расстался, и то, что Марго Куксенко счастливая и довольная намекает на встречу с мужем, и Полина, которая перетягивает внимание на себя, не отрицая, что они с Барзиковым гуляют в одной компании. Вопрос не в том, когда Бухенбалты научатся уважать себя, а в том, до каких границ она позволит дойти Барзикову, прежде чем начнет с ним драться. И какое дело до проблем Кристины Николычуку, Безусу и Гориной? Сочувствуют они ей или злорадствуют? Как думаете? Алексей Безус станет новым отцом-одиночкой на Доме-2. Беременная Таня Репина уверена, что весь мир в ее руках и жизнь только начинается, несмотря на то, что у нее скоро родители. Репина не может родиться ребенок, а помощи никакой нет со стороны. Дело в том, что стало известно о некоторых договоренностях между Таней и отцом ее ребенка. Они живут 50 на 50, а если Репина не может себя обеспечивать полностью и постоянно превышает лимит, выделенный ей Безусом, то серьезно за это поплатится. Алексей станет отцом-одиночкой на проекте. Репина должна будет отдать ему ребенка, если не сможет содержать дочку. Оказывается, Безус и Репина заранее договорились, что Алексей забирает ребенка и живет с ним на реалити-шоу Дом-2, если Репина не раскрутит в достаточной мере социальные сети и не сможет содержать себе ребенка за счет рекламы. Частично Безус готов оплачивать расходы, но полностью он не может, так как оформил на себя ипотеку, которую они планировали оплачивать вдвоем. Но Таня передумала и денег ему не дает. Основания для беспокойства есть и самые серьезные. У Безуса на Татьяну имеется такой компромат, что она не сможет ему противостоять. Ранее я рассказывала, как Безус утверждал, что помог своей сожительнице выбраться из грязи. Теперь он уверяет, что Танин секрет настолько отвратительный, что он не стал бы с ней общаться и делать детей, если бы знал об этом заранее. В общем, Репину ждет позор в любом случае. Останься она одна с ребенком, тогда Безус ей откажется помогать и заберет малышку. Или борись она за дочь, тогда он все про нее расскажет. Не пытается ли Безус с такими сплетнями протащить Репину назад на Дом-2 после рождения ребенка? Не будет же он на самом деле отцом-одиночкой, как ранее был вдовец Алексей Иванов. Цигран Салибеков осваивает новую профессию для ухода из Дома-2. Радуется Безус. Участник Дома-2 Леша Безус не случайно мечтает о карьере репортера, особенно в отношении событий, происходящих на Поляне. Показал Леша в социальных сетях, как многодетный отец Тигран Салибеков осваивает в периметре новую профессию, набивая тату Артуру Николычуку. Пригодятся новые навыки Тиграна Салибекову после ухода с телепроекта Дом-2, на котором он пока зарабатывает деньги на алименты своим сыновьям. Ведь его попытки заниматься бизнесом уже выяснила бывшая супруга Юлия Салибекова. Потренируется не только на теле Артура Николычука, пожелавшего тату посвятить жене Кате Гориной, но и других участников телестройки Салибеков. Скоро узнаем. Может и станет он профессиональным татуировщиком, и в будущей жизни новая профессия Тиграна пригодится. Что-то странное происходит на Поляне, удивляется Юлия Белая. Юлия поссорилась Тиграном из-за его отказа знакомить ее с родителями, и во время очередных посиделок на свежем воздухе заметила, что осталась одна в компании новичка. Что-то странное происходит на Поляне, сообщает Белая, которую покинули все ее подруги. Якобы сначала убежала Катя Горина, затем удалилась по секретным делам Ани Самонина. После этого исчезла Кристина Бухенбалты, а Юлия осталась один на один с новеньким Евгением. Действительно странно, особенно учитывая то, что Юлия сидела с банкой пенного. Была поздняя ночь, и девушки разошлись по своим постелям, предоставив Белой возможность уединиться с новым поклонником. По всей видимости, у Тиграна появился соперник. Ранее я рассказывала, как Салибеков не любит соперничество, поталкивающие его к примирению с Юлей. Уступит ли он Белой к другому мужчине на этот раз, или на Доме-2 произойдет очередная потасовка? Стало известно, с каким диагнозом Катя Горина на самом деле лежала в больнице. Фолловеры Екатерины Гориной не находят себе места от беспокойства. Несколько дней назад Катя выписалась из больницы, куда попала из-за серьезных проблем со здоровьем. У молодой Горины врачи диагностировали разрыв яичника. Более того, как призналась в своем микроблоге сама Екатерина, еще несколько часов, и ее могли уже не спасти. Впрочем, после сторис с Яной Захаровой, в честности Гориной закрались сомнения. Давние подруги встретились за периметром, и Яна невольно раскрыла тайну Кати. Сначала Захарова крупным планом показала приятельницу, а потом перевела камеру на свое глубокое декольте. Говорить прямо Яна не стала, однако многие сразу догадались, Горина тайно сделала операцию по увеличению груди. Ни для кого не секрет, о пышном бюсте Катя мечтала последние несколько месяцев. Правда, категорически против подобной процедуры выступал ее супруг. Возможно, операцию Катя решила сделать втайне от благоверного, а потом просто поставила его перед фактом. Вскрылась мрачное прошлое Ульяны Кутузовой, объяснившей ее безобразное поведение на проекте. Зрители не скрывают своего возмущения поведением многодетной Ульяны Кутузовой. По мнению большинства, Ульяна мало похожа на хорошую и примерную мать, ведь ее сыновья, которые сейчас вместе с ней живут на поляне, мало ее интересуют. От Кутузовой мальчики не видят ни тепла, ни заботы, ни ласки. Ульяна демонстрирует полное равнодушие к своим наследникам, а если обращается к ним, то делает это зачастую крайне агрессивно. К слову о старшей дочери, молодая мамочка даже не вспоминает. Многое прояснилось после того, как Ульяна поведала о своем непростом детстве. Как оказалось, и мать, и отец Кутузовой, и даже ее отчим были наркоманами, а сама девушка не просто вынуждена была жить в наркопритоне и воровать деньги себе на пропитание, но и ухаживала за новорожденной сестрой. Именно Ульяна на протяжении двух лет заменяла девочки родителей. По признанию самой Кутузовой, ее сестра Арина была едва ли не смыслом жизни. Именно поэтому девушка очень тяжело пережила разлуку с родственницей, которую в конечном итоге отправили в дом малютки. Сама Ульяна попала в интернат, и до сих пор ее попытки найти сестренку не увенчались успехом. Впрочем, даже в такой непростой ситуации Кутузова нашла оправдание для нерадивой матери. Как оказалось, в свое время мама Ульяны и ее дядю бросила родная мать. Женщина перебралась жить в США и обзавелась с другой семьей. А вот самой Кутузовой-старшей пришлось на себе тянуть малолетнего брата, который, не выдержав разлуки с матерью, свел счеты жизнью. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные видео. Кликайте прямо сейчас! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии.